Сегодня мир театра, и кино понес невосполнимую утрату, скончалась народная артистка России Лариса Голубкина. Причиной смерти стал внезапный инфаркт. Лариса Ивановна, ушла из жизни в своем доме в Москве, окруженная близкими. Сообщается, что накануне вечером актриса чувствовала себя хорошо, и даже планировала ближайшие творческие проекты. Она активно общалась с коллегами и поклонниками, делилась планами на будущее и не показывала признаков недомогания. Однако ночью Лариса Голубкина внезапно почувствовала сильную боль в груди и потеряла сознание. Вызванная скорая помощь прибыла незамедлительно, но несмотря на усилия врачей, спасти актрису не удалось. Врачи подтвердили, что причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда. Близкие и коллеги сообщают, что в последние годы Лариса Ивановна страдала от проблем с сердцем, но всегда старалась держаться бодро и не показывать своих страданий. Она продолжала работать, несмотря на периодические недомогания, и сохраняла оптимизм. Смерть Ларисы Голубкиной стала шоком для многих. Коллеги по театру и кино выражают глубокую скорбь и подчеркивают, что Лариса Ивановна была не только выдающейся актрисой, но и прекрасным человеком, всегда готовым поддержать и помочь. В социальных сетях появляются сотни сообщений с соболезнованиями и воспоминаниями о великой актрисе. Лариса Голубкина была известна своей жизнерадостностью и силой духа. Даже зная о своих проблемах со здоровьем, она продолжала жить полной жизнью и радовать зрителей своим талантом. Ее смерть стала неожиданностью и большой утратой для всех, кто ее знал и любил. Память о Ларисе Голубкиной будет жить в сердцах ее поклонников, коллег и всех, кто имел честь работать с ней. Ее вклад в развитие отечественного театра и кино невозможно переоценить, и ее роли останутся в истории как образцы высочайшего искусства. Вечная память великой актрисе. У Ларисы Ивановны не было амбиций и фанатичной преданности по отношению к кино. Она откровенно говорила, что если бы не гусарская баллада, зритель, возможно, никогда бы не узнал ее как киноактрису. Ильдар Рязанов выбрал ее не случайно. Несколько десятков опытных кандидаток не смогли с такой же легкостью перевоплощаться из мужского образа в женский и наоборот. А Голубкиной удалось освоить мужскую походку, научиться ездить на лошади и носить военный мундир. Комедия стала невероятно популярной среди зрителей Советского Союза. Лариса Ивановна и ее партнер по съемочной площадке Юрий Яковлев буквально проснулись знаменитыми. Самое главное после этой картины, отец Ларисы Голубкиной изменил свое отношение к ее профессии и сказал, что гордится ею. В гусарской балладе актриса дебютировала как вокалистка, исполнив колыбельную Светланы на музыку Тихона Хренникова. Этот романс стал одним из лучших образцов советской лирики. Через год последовала работа в мелодраме Иосифа Хейфица «День счастья», где Лариса Голубкина сыграла Риту вместе с такими актерами, как Тамара Семина, Алексей Баталов и Валентин Зубков. Запоминающиеся роли доставались актрисе и в дальнейшем. В 1965 году на экраны вышла приключенческая комедия Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу», в которой Голубкина сыграла Татьяну Шумову, заведующую молодежным кафе «Отдуванчик». Лариса хотела продемонстрировать свои вокальные данные и в этой ленте, но режиссер отклонил ее просьбу, сочтя выбранную песню, не подходящую для персонажа. Через год Лариса Ивановна примерила сказочный образ в экранизации пушкинской сказки о царе Салтане, сыграв царицу. В 1968 году она начала сниматься в грандиозном проекте Юрия Озерова «Освобождение» в роли медсестры Зои. В фильме также участвовали Николай Алялин, Сергей Никоненко и Владимир Самойлов. Фильм создавался и демонстрировался на протяжении четырех лет, и за это время интерес к картине не угасал. Медсестра Зоя, воплощенная Ларисой Голубкиной, стала символом военно-полевой романтики. После этого длительного проекта актриса исполнила роль рассказчицы в музыкальной комедии «Масштабные ребята», снятой Николаем Александровичем, с музыкой Павла Айданицкого и Владимира Терлецкого. Необычным получился фильм-спектакль «Бенефис Ларисы Голубкиной», поставленный по мотивам пьесы Бернарда шоу «Пигмалион». Режиссер добавил несколько новых музыкальных номеров, и Лариса Ивановна много пела и танцевала, в основном в пародийном стиле. 1979 год подарил поклонникам Ларисы Голубкиной новую встречу с любимой актрисой в комедии «Трое в лодке, не считая собаки». Ее партнерами на съемочной площадке стали супруг Андрей Миронов, а также друзья семьи Александр Ширвинд и Михаил Державин. В этом же году Лариса Голубкина появилась в культовой криминальной картине Станислава Говорухина «Место встречи. Изменить нельзя», где она сыграла роль железнодорожницы. Актриса оставалась востребованной в киноиндустрии СССР до середины 80-х годов, после чего сосредоточилась на театральной и телевизионной деятельности. В 21 веке Голубкина снова стала появляться в кино, пополнив свою фильмографию, ролью в детективе Валерия Ахадова «Живописная авантюра», где ее партнером стала дочь Марии. Кто является отцом Марии, до сих пор неясно. Мария Голубкина называет «единственным отцом Андрея Миронова», который ее удочерил и относился к ней как к родной дочери. Отцовство поначалу приписывалось Николаю Щербинскому Арсеньеву, но сам сценарист отрицал это. В прессе также называли Алексея Баталова. Брак Ларисы с продюсером, и впоследствии директором масс-фильма Владимиром Досталем, продлился полгода. В 1973 году у Ларисы родилась дочь Маша. С Андреем Мироновым Ларису познакомила Наталья Фатеева. Завоевание сердца Голубкиной заняло у Миронова 11 лет. За это время он женился на Екатерине Градовой, в браке с которой родилась дочь Марии. К Ларисе он пришел уже будучи в разладе с семьей. В 1977 году Лариса Голубкина и Андрей Миронов поженились. Торжества по настоянию Ларисы не было. В личной жизни Голубкина признавалась, что могла бы закатывать скандалы педантичному мужу, но понимала, что Андрей уйдет, и в его окружении было достаточно привлекательных женщин. Супруги работали в разных театрах, и никогда не выступали вместе на концертах, что спасало их брак. Когда поползли слухи о неверности Миронова, Лариса предпочитала молчать. После смерти мужа она сказала, что Андрей при ней никогда не проявлял влюбленности в других женщин. Однако о его увлечении Еленой Прокловой публика узнала, именно от вдовы. В их браке детей так и не появилось, но это не мешало супругам проявлять искренние чувства друг к другу. Ради привычки Андрея собирать дома друзей Лариса, научилась готовить изысканные блюда. Звезды экрана прожили вместе 10 лет, вплоть до смерти Миронова, в 1987 году. После этого Голубкина не стремилась к новому браку, и сохранила квартиру в том виде, какой был при жизни мужа. На съемке передачи «Идеальный ремонт» она согласилась только с условием, что дизайнеры не будут менять атмосферу дома. Голубкина не страдает от одиночества благодаря дочери и внукам Анастасии Ивану. Мария выбрала актерскую карьеру и увлеклась конным спортом. В ток-шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым она отметила, что если и стала актрисой, то благодаря отчиму. Общение двух Марии, дочерей Миронова, стало возможным только во взрослом возрасте. Лариса Ивановна занималась скандинавской ходьбой, но с возрастом оставила этот вид активности. Обе Голубкины придерживаются мнения, что старость нужно принимать достойно и не прибегают к пластическим операциям. На киностудии до сих пор хранится гусарский мундир, в котором Лариса Голубкина снималась в гусарской балладе.